Je vous salue, vous êtes bien à la chaîne de YouTube, реальный французский. Меня зовут Кипин Сергей, и добро пожаловать в ваш разбор мультфильма Encanto. На этой неделе мы рассматриваем очередной диснеевский мультфильм на французском языке. Encanto – любимый мультфильм, потрясающего качества. Если вы не смотрели, рекомендую к просмотру обязательно. Но давайте также посмотрим его на французском языке. А сегодня разберем один из ключевых фрагментов мультфильма. О чем идет речь? Фабула такая. Удивительная семья Мадригаль, по-французски этот мультик называется La fantastique famille Madrigale, Encanto – La fantastique famille Madrigale. Итак, удивительная семья Мадригаль живет в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием Encanto. Каждого ребенка в семье Мадригаль магия этого места благословила уникальным даром – от суперсилы до способности исцелять. Увы, магия обошла стороной одну лишь юную Мирабель. Обнаружив, что магия Encanto находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи. Добро пожаловать в разбор французского фрагмента мультфильма. Но сразу познакомлю. Это Луиса. Луиса по-испански. Несет целый дом. Ее магия семьи наделила безумной силой. Все, конечно, в этом городке знают о том, что она способна помогать своей чудесной суперсилой, и обращаются к ней. И вот одна из первых просьб. Луиса, ты можешь отвезти русло реки? Луиса, по-французски, по идее, «с» между двух гласных читается как «зе». И надо бы читать это как «Луизя». В принципе, в русском прокате она и прошла как «Луиза». Но, поскольку речь идет о Колумбии, испанский язык во французском оригинале сохраняется звук «с». И мы тоже будем называть ее «Луисой». Луиса, Луиса, Луиса. Ты можешь делать девьер ле флэв. Ты можешь делать девьер ле флэв. Причем река не маленькая. Если бы была обычная речушка, маленькая река, по-французски будет «une rivière». А большая река будет «un fleuve». Так вот ее просят как раз развернуть, отвезти в сторону большую реку, настолько сильна Луиса. Ты хочешь делать девьер ле флэв? Ты можешь делать девьер ле флэв? И обращаются, так сказать, по-небратски, потому что даже нет условного наклонения. Обычно по-французски с просьбой обращаются с помощью кондиционера. По идее, надо было бы сказать «ты могла бы». По поводу «фер» плюс инфинитив. По-французски «девьер» — это «отклоняться». Как девиантное поведение, как девиация, отклонение. «Девьер» — «отклоняться». «Фердевьер» — «заставить отклоняться». То есть дословно «заставить отклониться реку в сторону». Это называется фактитивный залог. Когда мы добавляем глагол «фер» к какому-то другому инфинитиву, мы получаем фактитивный залог. Например, «фер томбе» — «фер томбе» — «un livre» — «уронить книгу». «Фер буар» — «показать». «Фер буар» — «фер буар» — «напоить». Как я это делаю? Я использую смысл инфинитива «толбе» — «падать». Дальше добавляю к нему условно на семантическом уровне. Примерно представляем себе это семантическое поле. «Заставляю» — дословно «заставлять падать книгу». Ну, конечно, французы не имеют в виду «заставлять падать». Они говорят «уронить». Как это делается? «Заставить» — «увидеть» — это что значит? «Показать». «Заставить» — «пить» — что значит? «Напоить». Поняли принцип? Давайте попробуем еще. «Фер рир». «Рир» — это «смеяться», а «фер рир» — дословно «заставлять смеяться», как мы по-русски скажем? «Рассмешить». Совершенно верно. «Фер сортир» — «вывести». Можно кого-то вывести из дома, выпроводить. Можно пятно вывести. А «позвать» — «фер внир». Понятно, да? Последний вопрос. Как с французского переводится выражение «фер savoir»? «Сavoir» — это «знать», а «фер savoir» — буквально «дать знать», то есть «сообщить». Совершенно верно. А «фер довер» — это «заставить реку отклониться». Ты можешь, соответственно, русские рики поменять. «Ты peux faire довер le fleuve»? «Луиса, ты peux faire довер le fleuve»? «Жмон окей, Луиса!» Она говорит «Жмон окейп», так быстренько говорит. «Жмон окейп». «Жмон окейп». «Луиса, жмон окейп». «Я этим займусь». «Жмон окейп». «Жмон окейп». «Жмон окейп». «Жмон окейп». «Жмон окейп». «Жмон окейп». «Я этим займусь». «Жмон окейп». Она резко отвечает, потому что ей не до того, чтобы много говорить, а ей надо делать физической грубой силой. «Жмон окейп». «Я этим займусь». Глагол «сан окейп». «Глагол сан окейп». «Заниматься чем-либо». Сегодня мы много будем говорить о местоименных глаголах. «Сокюпе» — заниматься. Если глагол «занимать» будет «окюпе», то «заниматься» будет «сокюпе». Как можно в принципе сделать любой глагол, практически любой глагол, местоименным? Но по-французски добавить вот эту частицу «с», вот это местоимение «с». Давайте попробуем. Глагол «находить» – «трувэй», «находиться», «сё трувэй». Глагол «бэйсэ» – «наклонять», «глагол «сё бэйсэй» – «наклоняться», «глагол инсталлий» – «располагать», «глагол сэнсталлий» – «располагаться». Понятен принцип? Если глагол «окюпе» означает «занимать», то «сокюпе» – «заниматься». Как спрягаются такие глаголы? Вот давайте на примере глагола «сокюпе» распрягаем его. Я занимаюсь je m'occupe, ты занимаешься tu t'occupe, он занимается il s'occupe, мы занимаемся nous nous occupons, вы занимаетесь vous vous occupez, они занимаются il s'occupe. Так, а при чем здесь un? Она так говорит, je m'occupe, у нас вот так вот это буквально в мультике, je m'occupe. Что такое un? А un это местоимение, которое заменяет существительное с предлогом de. Фактически она говорит, я этим займусь. А если бы без un, это как бы было? Был бы вот так, je m'occupe de cela. Я займусь этим. Обратите внимание, что все глаголы, которые требуют предлога de для существительного, а есть такие глаголы, они просто требуют предлога de для существительного, будут заменяться потом эти существительные с предлогом de на un. И вместо того, чтобы говорить, я займусь рекой, je m'occupe de ce fleuve, я займусь этой рекой, можно сказать, вместо этого de ce fleuve, я ей займусь. Je m'en occupe. Ну, есть такие глаголы, которые просто требуют предлога de, допустим, подходить к чему-либо. Давайте возьмем местоименный глагол, чтобы недалеко отходить от темы. S'approcher de quelque chose. S'approcher de quelque chose. Вместо того, чтобы говорить, я подхожу к окну. Как будто я подхожу к окну? Je m'approche de la fenêtre. Я могу сказать, я не могу подхожу. Вместо того, чтобы посмотреть. Я буду ставить « АН». Ибо говоря, я м'encуpe. Я не могу подхожу. Глаголы, санпасе. Глаголы, сэпасе. Глаголы, сэпасе. А прадите са без чего-либо. De quelque chose. Сэпасе, две quelque choses. А прадите са без чего-либо. Вместо того, чтобы говорить, я могу добавить сulaison. Я м'occupe de ce dictionnaire. Я буду говорить, я м'ENпасе. Понятно, как это работает? Когда она говорит «Je m'en occupe», в моем методе «Я этим займусь». И сразу поступает новое обращение. «Луиса!» «Манки, Луиса! Лизанцы сонт-корр-эшапэй!» «Лизанцы сонт-корр-эшапэй!» «Осли вновь убежали, сбежали!» «Лизанцы сонт-корр-эшапэй!» «Лизанцы сонт-корр-эшапэй!» «Лизанцы сонт-корр-эшапэй!» «Лизанцы сонт-корр-эшапэй!» Давайте вместе почитаем. Обращаем внимание на «н» отрывистую. «Лизанцы сонт-корр-эшапэй!» «Лизанце сонт-корр-эшапэй!» «Лизанце сонт-корр-эшапэй!» «А здесь что у нас за глагол стоит местоименный?» Правильно. Глагол «сэ-шапэй!» Давайте его рассмотрим. Глагол «сэ-шапэй!» Вот местоименный глагол «сэ-шапэй!» «Глагол сэ-шапэй!» Убежать! И здесь он стоит в прошедшем времени Мы проспрягали местоименный глагол А в этом уроке речь пойдет о местоименных глаголов, как я говорил В настоящем времени, а теперь проспрягаем в прошедшем Я сбежал Je me suis échappé Обратите внимание, что все местоименные глаголы Вот эти глаголы с частицей, как их часто называют С местоимением «с» Они всегда спрягаются с «être» Все местоименные глаголы спрягаются с «être» Их еще часто называют возвратными глаголами Что не совсем точно, потому что возвратные глаголы Это лишь одна из групп местоименных глаголов Есть возвратные, взаимовозвратные, пассивные формы Но все они местоименные С'эшапе, как все местоименные глаголы, он спрягается с «être» Je me suis échappé Я сбежал Ты сбежал Tu t'es échappé Он сбежал Il s'est échappé Мы сбежали Nous, nous sommes Nous, nous sommes Эшапе И здесь будет «с» на конце Для согласования Так как все партисципи Пассивные согласуются с подлежащим при глаголе «être» Вы сбежали По правилам надо делать связку здесь Но наш колумбийский француз этого не делает Ну потому что речь В речи не всегда соблюдаются правила строго литературного выдержанного языка Je me suis encore Он говорит «эшапе» Je me suis encore échappé Je me suis Je me suis Дословно «я туда иду» Она говорит «я иду» «Туда» по-французски будет «i» Je me suis Je me suis «Я туда иду» Сокращается до «je me suis» Но это устойчивое выражение Которое означает «одну минуту», «сию минуту», «сейчас же» Это устойчивая конструкция Je vais Бегу А вот и ослы Убежавшие А вот и нет ослов Они на плечах Луисы Смотрите Собирают всех ослов Невероятно сильная женщина А вот и наша главная героиня этого мультфильма Мирабель Мирабель, как сорт сливы Луиса, attends Говорит ей сорт сливы такой Бесталанный Луиса, attends Подожди, подожди, подожди Луиса, attends Луиса, attends Луиса, attends Парлю-moi de la magie Парлю-moi de la magie Мирабель Которая в единственном случае в этой семье не получила магического дара Обладает уникальным чутьем Тем не менее, она поняла Что что-то с магией этого дома Которая всю семью обеспечила суперспособностями Происходит И она пытается узнать А все ли в порядке с силами той У которой нет изъяна И Луиса, конечно, никогда и в этом не признается Но на самом-то деле У Луиса есть кое-какие проблемки Так вот, Мирабель почувствовала это И несмотря на всех ослов, водруженных на могучие плечи Она догоняет и говорит Расскажи мне о магии Парлю-moi de la magie Поговори со мной о магии Парлю-moi de la magie Парлю-moi de la magie Парлю-moi de la magie Вы обратили внимание, что здесь слово магия Волшебство стоит после предлога de Существительность предлогом de Заменяется, мои дорогие слушатели, на что? На un, совершенно верно На un Смотрите Я говорю о волшебстве Je parle de la magie Как по-французски сказать Я о нем говорю? Если вы слушали меня внимательно Несколькими минутами ранее То вы знаете, что вся вот эта история De la magie заменяется на одно местоимение En И вместо того, чтобы сказать Я говорю о волшебстве Я говорю о волшебстве Я говорю о волшебстве И бесконечно повторять это существительное Я заменю это существительное На местоимение Поставлю местоимение перед логолом И получится Jean parle Я о нем говорю Поговори со мной о волшебстве Классная фраза В любой ситуации Где бы вы ни оказались В любой непонятной ситуации Спросите, что происходит Очень удобная фраза Запомните ее Что происходит Что ты прячешь? Замечательные вопросы. Коротко напомню, вопрос к неодушевленному подлежащему это Подлежащие, неодушевленное, что такое? Чем предложение, которое идет на вопрос кто что и осуществляет действие. Например, стол стоит в центре комнаты. И если я спрошу себя, а где подлежащие, то я мигом увижу начало предложения, потому что это стол. Стол это подлежащие. Оно у нас выражено неодушевленным существителем. Очевидно, что это не человек. Для таких ситуаций вопрос что это уже не кэс-кэ. Это кэс-ки. Что будет в данном случае? Кэс-ки. И если мне надо спросить, что находится в центре комнаты, я должен буду сказать Кэс-ки се трува о центре де ла пиеса. Поэтому, если происходит какая-то странность, А с магией явно происходит какая-то странность. Подлежащие у нас будет И когда мне надо спросить, что происходит, так чтобы я мог ответить, странность происходит, я буду задать вопрос к подлежащему. Запомните, вопрос к подлежащему, неодушевленному будет И что происходит будет А вот если мне нужно задать вопрос к неодушевленному дополнению Вопрос к неодушевленному дополнению задается вопросом кэс-ки, всем известным. Наиболее распространенным. Что ты прячешь? Какая мягкая Не каш, а каш Как это читается? Риен, риен, риен Она так еще отвечает Борзе Риен, риен, риен ду Очень сильно Риен, риен ду Как это читается? Риен, это Э носовое Я напоминаю, что И, Э, Эн Это звукобуквенная комбинация, дающая нам Э носовую Риен, риен, не риен, а риен Это Э носовое И очень странно, когда кто-то говорит Риен Это не А, это Э Риен, риен ду Ду и у Будьте внимательны, здесь тоже не должно быть ассимилативных процессов Которые будут подразумевать одинаковое звучание Это не должно быть дю-тю Равно, как и не должно быть дю-ту То есть тут не ю, а тут не ю Дю Это как и, только острое Дю И губы вперед Дю-ту Риен ду-ту Совсем ничего не происходит Так, вот великий монолог Луисы Но если проглатывать, будучи загруженным доверха ослами, то можно, конечно, сказать не Буку-де-травай, а Буку-травай Как будто бы здесь Д превратилось в Т И боль того даже не дублируется Потому что следующее слово тоже начинается с Т И получается, как будто я говорю орфоэпическим нормам французов следуя Вот послушайте Увещеваю, ставьте артикли перед существительными Но вы законно можете спросить, а где здесь артикль? Это же предлог de А где эти знаменитые французские артикли? Un, une, des или le, la, les Они здесь заменены на предлог de, потому что количество Как только речь идет о количестве Много, beaucoup, мало, peu, достаточно, assez Всегда будет предлог de заменять все эти артикли И поэтому достаточно работы будет assez de travail Мало работы будет peu de travail Много работы будет beaucoup de travail Но когда мы говорим о количестве, это не обязательно должны быть наречия Я вам сейчас наречия дал Может быть и группа студентов, например Группа будет выступать количественным существительным Естественно, что никаких артиклей перед студентами уже не будет Будет un groupe d'étudiants Стакан карандашей Un ver de crayon Да, даже стакан может выступать количеством И тогда артикль будет пропадать J'ai beaucoup de travail У меня много работы Donc, tu devrais rentrer à la maison Таким образом, тебе следовало бы вернуться домой Отшивает она любопытную Donc, таким образом Donc, donc Носом O Носовая Кремярка Donc Tu devrais Тебе следовало бы Ты devrais Ты Д Вре Ты Острое U Д Звук E Вре Через низ Ты Девре Rentrer Rentrer А насовая Rentrer А la maison Тебе следовало бы вернуться домой И вот здесь, наконец, Луиса включает условное наклонение Тебе следовало бы Ты должна была бы Это как у Девуар Долженствовать В кондиционеле Ну, потому что она пытается ее умаслить Чтобы не говорить о сокровенном Так как силушка-то слабеет Луиса это знает И пытается отправить ее подальше С помощью ласковых слов А по-французски ласковость изображать обязательно Так как это язык дипломатии Девре То есть Тебе следовало Вернуться домой Рentrer А la maison И вот еще один обращается Страдалец Страдавший говорит, что у него дом наклонился Луиса, моя maison Эпанча Луиса Моя maison Эпанча Луиса Моя maison Эпанча Моя Моя Эпанча Луиса Мой дом Наклонился Мой дом Наклонился И он еще не успевает договаривать Как она могучим шагом Возвращает дом на его изначальное положение На мезон Эпанча Луиса На мезон Эпанча Луиса На мезон Эпанча Ну из-за того, что магия нарушена В этом городке Городообразующим предприятием является, конечно, фамилия Энканта Семья Энканта Которая все делает Начинаются какие-то траблы в этом городе Из-за чего тут дом, например, взял Он накренился Что-то странно само по себе, конечно Может быть, не менее странно, чем все эти ослы у него на руках Но, тем не менее, это, в общем, странная история Дом накренился И он говорит Луиса И она одним шагом перебивает все его чаяния Мой дом наклонился Эске И он еще не успевает договаривать И это очень сложно на русский переводить Потому что эске Непереводимая конструкция Это просто выражение Грамматическая структура Которая призвана обеспечить прямой порядок слов в предложении То есть он говорит Разве Дословный перевод Если очень надо То можно использовать слово разве в переводе Эске Там дальше он бы сказал Ты могла бы дом вернуть на место Эске И он дальше бы сказал Ты можешь Рендр Ла мезон А са Плаз Ма мезон Эпанши А почему здесь Э на конце Потому что дом женского рода Партищик Пассив всегда согласуется В роде числе С подлежащим Ма мезон Эпанши Эске А теперь все повторим Партищик Докучливо Мирадель Пытается разобраться С дотошностью Инспектора Коломбо Долорес Говорит она по-испански Не французскую Эр А испанскую Здесь сохраняет В имени Я же говорю Что французы Сохраняют Оригинал звучания Произносят Луися И Долорес Не Долорес Как бы с французской Эр Как бы это надо было бы Да А Долорес Долорес С этой Эр Испанской Страдание Боль С испанского Долорес Но это имя В данном случае Субстное конечно Повелось в католическом народе Страдание Девы Марии Называть так девочку Долорес Ди К UA Говорит что Твое веко тресется Долорес Ди К UA Ди Что то тресется Все руки не трясутся А века тресется Долорес говорит, что твое веко трясется. А носовая. Здесь нету М. Напоминаю вам, что ЭМ это А носовая. То есть не подразумевается М. Губы не смыкаются. Все в нос. Тромбль. Тромбль. Долорес дико тапу пьер тромбль. И когда твое веко трясется, и когда тапу пьер тромбль, будьте внимательны к произношению слова КОН. Не устаю повторять, что К твердое. Не КОН, а КОН. Перед А заднего ряда К теряет свое привычное качество мягкого согласного. Но К мягкий согласный перед А переднего ряда, когда мы говорим, например, слово Потому что. Или мы говорим Камарад. Приятель. Аркад. Арка. Или мы говорим Маскарад. Парень. СОН. Или вокзал. ГАР. Мы везде будем использовать К и Г мягкую. 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 Но не перед А заднего ряда. Когда мы говорим КОГДА, то будет К твердое. КАН. 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 Твердый К. ПЕЛИКАН. Что ты об этом думаешь? Возвращаясь к нашему местоимению. КАН. КАН. Что ты об этом думаешь? Когда твоя папа тромбла, твоя век трясется. И когда твоя папа тромбла, и когда твоя век трясется... Это потому что маленькая проблема тебя преследует. Мирабель тоже пытается включить дипломата, и поэтому говорит проблемка. На самом деле там проблемище, конечно. По крайней мере, слово заслуживает употребление без диминютивов. Можно сказать проблема. Но она пытается вызнать, поэтому использует язык лести. Маленькая проблемка. Для тебя, конечно, огромный великанша, это маленькая проблемка. Почему я перевожу это не как маленькая проблема, а проблемка? Потому что всякая ка в русском языке это суффикс уменьшительно-наскательный. У них нет, у французов, этих уменьшительно-наскательных суффиксов практически. Поэтому используется выражение petit. Если мне надо сказать проблемка, я буду говорить un petit problème. Un petit problème. Если мне надо сказать котик, я буду говорить un petit cha. Котенок также скажу. Столик. Une petite table. Ка уменьшительно-наскательный суффикс. В аналитическом языке специальное слово petit существует для этих целей. Маленькая проблема. Те траке тебя преследует. C'est qu'un petit problème te траке тебя преследовало. C'est qu'un petit problème te траке. Пусть-toi, si tu veux pas recevoir un an sur la tête. Пусть-toi, si tu veux pas recevoir un an sur la tête. И вот среди летающих ослов, повсюду, звучит грозная фраза Луиса. Пусть-toi, si tu veux pas recevoir un an sur la tête. Подвинься, посторонись. Пусть-toi, si tu veux pas recevoir un an sur la tête. Посторонись, если ты не хочешь получить осла на голову. Пусть-toi, si tu veux pas recevoir un an sur la tête. Пусть-toi, si tu veux pas recevoir un... Носом N-совую делаем. И связочка со звуком N. N-ан. Un-ан. Получается, сначала мы N-совую произносим, а потом извлекаем N из этого артикля и добавляем этот N к A следующего слова и получаем N-ан. Un-ан sur la tête. Пусть-toi, si tu veux pas recevoir un an sur la tête. Пусть-toi, si tu veux pas recevoir un an sur la tête. Пусть-toi. Это как раз опять местоименный глагол. Какой? Подвинуться, посторониться, отойти в сторону. Поговорим о повелительном наклонении. Как образуется повелительное наклонение местоименных глаголов? А как обычное повелительное наклонение образуется? Давайте возьмем его обыкновенный вариант. Глагол «пусть-се» – толкать. Он превращается в глагол «сой пусть-се» – толкаться. В рамках полисемического ряда возникает значение слова «посторониться», отойти в сторону. Пусть-се – это толкать, двинуть, двигать. Соответственно, давай, двигай. Пусть-се. Двигайте. Пусть-се. Как образуется повелительное наклонение глагола «пусть-се»? Да очень просто. Повелительное наклонение образуется как от настоящего времени, просто без подлежащего. Я фактически говорю не «ты пусть-се» – ты толкаешь, а просто «пусть-се». И «с» еще убираю на конце. Получается «пусть-се», толкай. Пусть-се. Толкайте – будет «пус-се». Давайте толкнем. Пусть-сон. Вот повелительное наклонение французского глагола «пусть-се». А местоименный глагол образуется в повелительном наклоне очень просто. Так же абсолютно, как и обыкновенные, только с местоимением в конце. Се превращается в «туа», «ву» и «ну». В «туа», «ву» и «вну». Постранитесь – будет «пусть-toi». Постранитесь – будет «пусть-се», «ву». Давайте постранимся – будет «пусть-сон», «ну». Мы берем вот это «с» и превращаем его по лицам, Повелительного наклонения Ты, вы и мы С помощью этих местоимений В должную форму Повелительного наклонения Пусть-toi Посторонись Пусся-ву Посторонитесь Пусссо-ну Давайте посторонимся Итак Пусть-toi Посторонись Si tu veux Паршаво Анан Сула-на Луиса Экут-мо Луиса Экут-мо Луиса Экут-мо Луиса Послушай меня Экут-мо Луиса Экут-мо Экут-мо Луиса Экут-мо Устойчивое французское выражение Мы его, конечно, знаем Можно переводить его как давайте Давайте будем, как угодно Но в данном случае она к ней обращается Поэтому к Луисе обращается Поэтому она говорит Что такое скосе? Это косвенный вопрос Вопрос в косвенной речи Она ее уже спрашивала Что это? Что происходит с магией? Что это такое? По-французски Что это будет? Ке-с-ке-с? Что это? Если я говорю Она спрашивает, что это? Эль Деманде Что-то Ты Вопрос Это в прямой речи Это в прямой речи я говорю, что это? А в косвенной речи я уже не буду говорить Значит, это будет цитата Я как бы говорю, она спрашивает, ставлю двоеточие И потом вопрошаю Как в прямой речи, имитируя живой диалог Что это? В косвенной речи я буду превращать вопрос В обратите на это внимание Это есть вопрос В косвенной речи В косвенном вопросе Давайте проверим, как вы поняли Например, что ты делаешь? Как спросить по-французски, что ты делаешь? Что ты делаешь? Я спрашиваю, что ты делаешь? По-французски будет То есть я превращаю То есть я превращаю То есть есть не что иное, как косвенный вопрос От вопроса прямой речи И Луиса мгновенно отвечает А сказать нечего тут Нечего тут говорить Выражение нечего по-французски будет Буквально Есть выражение такое Илья, вы его знаете Означает имеется А не имеется будет Вместо по в отрицании можно поставить Отрицательная конструкция Нечего будет То есть ничего не имеется Ничего не имеется К этому прибавляется обычный инфинитив С предлогом Сказать нечего Когда будете читать вместе со мной Обратите внимание на йод, который здесь жестко произносится Не il nia А il nia Il nia Il nia rien И здесь связочка со звуком n Nadir Il nia rien nadir Il nia rien nadir Quelque chose t'inquiète Je le vois bien Quelque chose t'inquiète Je le vois bien Quelque chose t'inquiète Je le vois bien Что-то тебя беспокоит Я это хорошо вижу Quel Que Давайте почитаем вместе внимательно Quel Это e Да, звук e Quel Que Будьте внимательны к этому выражению Что-то по-французски обычно читается специфично Здесь очень внимательно к звукам отнеситесь Quel Que Что-то Звук o Здесь, да, губы вниз Губы вперед-челюсть вниз Что-то Ни-что Что-то Что-то Как Что-то Т'inquiète Quelque chose Т'inquiète Тебя беспокоит Здесь йод Звонкий йод Если после буквы и есть гласное То звук получается Йод Так Йод Quelque chose Так Йод Je le voie bien Я это хорошо вижу Я это вижу хорошо Quelque chose T'inquiète Je le voie bien Что-то тебя беспокоит Я это вижу Хорошо Ну конечно Она под ослами Явно тут вся Не ослы Ее беспокоит Судя по лицу А вопросительные речи Которые адресует Ей сестренка Ещё раз, это косвенный вопрос Я спрашиваю, что нарушает магию? Это вопрос прямой речи Что нарушает магию? Ну и в косвенной речи это будет выглядеть так Вместо Вот этот вопрос прямой речи В косвенной речи превращается в Понятно? Давайте попробуем проэкспериментировать И я задам вам вопрос Вот это выражение, что происходит? Напомните, как будет Как сказать по-французски, что происходит? Правильно А как по-французски спросить про Мирабель? Она хочет знать, что происходит В косвенной речи Потому что В косвенной речи Кэсски превращается в сёки Она говорит Ты знаешь, что происходит магия? Ты знаешь, что происходит магия? Ты знаешь, что нарушает магия? Ну и в косвенной речи И в косвенной речи И что это ухудшается Потому что ты мне ничего не говоришь Оно намекает на то, что нарушение силы И волшебного мироустройства Которое происходит в деревне Инканта Затронуло и Луису Которая, несмотря на давление слов И силу, которую она демонстрирует Чтобы их нести Все равно уже чувствует некий ущерб От нарушения волшебства И что это усложняется Поскольку ты мне ничего не говоришь Все это ухудшается, потому что ты мне ничего не говоришь Потому что ты мне ничего не говоришь Орет она, и ослы на нее загадочно смотрят Ничего тут говорить Нечего тут сказать Запомните выражение Нечего сказать Нечего Нечего делать Нечего читать Нечего смотреть Нечего сказать Нечего сказать Вау, это калька с английского Так французы записывают в английский Вау, которое В французском это будет вот так Мне очень жаль, это вырвалось само по себе Крик, который великан шустрел на несчастную Сожалею, это вышло само по себе Само по себе, дословно, совсем одно Французском два рода, поэтому совсем одно по-русски, мужского по-французски Это вышло само по-русски, мужского по-русски Вот, а теперь все по-русски! Долорес говорит, что ты пау пир трамб, и когда ты пау пир трамб, это что-то Мы подходим к концу нашего мультипликационного разбора на этой неделе Рад был лексически, фонетически, грамматически проработать с вами очередной сюжет Фрагмент из выдающегося диснеевского мультфильма «Энканта» До встречи на следующей неделе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ЗАНИ Луиса Фрагменты ЗАНИ Добро пожаловать на магию! Что случилось? Что ты спрашиваешь? Нет, нет. Ты делаешь много работы, поэтому ты должен идти на меня. Луиса, моя комната... Долорес говорит, что твоя папа трампетит, и когда твоя папа трампетит, что у тебя проблемы, ты трампетит. Пусть-то, если ты хочешь видеть... Луиса, слушай! Луиса, слушай! Дороли! Что это такое? Что ты говоришь? Луиса, если ты знаешь, что разворачивает магию, и ты не говоришь, что ты не говоришь! КАРЕНАТИР- Субтитры подогнал «Симон»